Ваши вопросы, вы их задали на протяжении этого дня. Большое спасибо вам за соучастие и начинаем. Сейчас посмотрим, началась ли трансляция. Итак, Ирина Владимировна Филиппова. Я увольняюсь с работы. Какого числа можно устраиваться? Когда хотите, тогда устраивайтесь. Ну что, идет трансляция, да? Ну давай подождем, Масик. Должна минута пройти. Идет, да. Все, супер. Итак, радость. Андрей Андреевич, я очень рада слушать ваши эзотерические советы и применяю их. Но, к сожалению, ничего не чувствую. Такое впечатление, что кто-то блокирует. Хотелось бы узнать, что происходит. Спасибо. Вся особенность нашей жизни заключается в тайнах. И мои эзотерические советы, они обычно предназначены для тех людей, которые понимают саму философию и идею эзотерики. Философия и идея эзотерики, ее можно на пальцах посчитать. Условно это выглядит так. Я верю или я считаю, что человек, который живет и в его жизни что-то происходит, это связано с тем, насколько он чувствует этот мир или как он чувствует его. И это приблизительно звучит так. Если вы создаете чувства хорошие, то события происходят хорошие. Если вы чувствуете что-то плохое, то события происходят плохие. Так человек очень часто на протяжении дня злится, ненавидит, вредничает, обижается. Просто его все бесит или тело болит, или что-то с ним происходит. И в этот момент человек вдруг начинает думать. Я бы хотел, чтобы в моей жизни стало что-то лучшее. И буду читать мантры, использовать какие-то техники. И ничего не происходит. Почему? Дело в том, что общая масса его чувств негативных, она превалирует. То есть в случае, если он будет читать мантры для денег, в тот момент, когда у него большое количество негативных чувств, то это может привести наоборот, к тому, что у него потеряются деньги. Я очень часто, кстати, об этом говорю. Я это называю психической энергией и коммуникацией с высшими силами. Психическая энергия возникает у человека и является тем настроем или тем компонентом, который происходит или который накапливает человек. Человек думает, что каждое чувство, которое он создает, это просто чувство. На самом деле эти чувства, которые вы испытываете на протяжении жизни, они откладываются и становятся частью вашей жизни, лежащей на левой стороне и на правой стороне. Считайте, что на правой стороне это агрессивные чувства, а на левой стороне это позитивные чувства. На протяжении жизни человек откладывает агрессивные чувства. они не обязательно могут происходить онлайн в данный момент. Они могут быть связаны с вашими воспоминаниями, с вашим раздражением и даже с болезнями. Чем больше в жизни у человека негативных чувств, тем больше в жизни он страдает. Чем больше человек испытывает к чему-либо негативные чувства, которыми могут быть что угодно, от зависти до страха, от переживаний до злости, тем больше негатива в жизни будет происходить. Обычно человек, когда приходит в эзотерику, он думает, что это волшебная палочка, которая будет для него что-либо создавать. И здесь такой вопрос, для чего? Для чего создавать? И тот ответ, он тоже очень такой оптимальный и безумно простой. Обычно человек живет и он как лодка, которая плывет в определенном направлении. Она плывет в направлении, при котором человек живет и ненавидит близких. Он его раздражает, там, жена, муж, ему не нравится его работа, у него, там, в жизни все плохо и так далее. То есть не видит никакой радости. Для чего он живет, тоже непонятно. И в этот момент человек говорит, я хочу, там, квартиру или я хочу себе, там, богатство. Тут вопрос, для чего? Если бы у меня это было, я бы жил хорошо. Нет. Если бы вы жили, то вы бы начали становиться еще хуже. Потому что так вы можете промолчать, а когда вы начнете зарабатывать, то вы начнете всем хамить. Так у вас амбиции, связанные с тем, что вы можете, хотели бы сказать, но промолчите, а когда вы будете больше всех зарабатывать или, не дай бог, какой-нибудь джекпот сорвете, то вы всех заколебаете, вы их сведете потом в могилу этих всех людей. Именно так устроена жизнь. Человек едет на своем паровозе и думает, что на этом паровозе ему должны высшие силы давать что-то. Но дело в том, что они дают именно то, что вы заслуживаете. А что вы заслуживаете? Такой вот есть пример. Однажды, когда я учился в школе, в нашем классе учительница по психологии, она провела тест. Во время этого теста она попросила описать одного мальчика и одну девочку. И девочку взяла, которая была очень красивая и у которой было очень развито мнение. То есть она считала, что все ее обожают, что все в классе ее любят и так далее. Она сказала, что это можно сделать инкогнито и не подписывать свою фамилию. Но написать об этом человеке все что угодно. Одного мальчика взяли и этот мальчик был не с обеспеченной семьей. Самый обыкновенный среднестатистический троечник. Не очень хорошо относились к нему в классе и не очень плохо. Так вот к этому мальчику он такой улыбчивый был. К этому мальчику все написали дифирамбы, что он хороший, ему нужно было бы что-то подтянуть и в школе лучше учиться и так далее. Но если бы вы знали, сколько всего плохого написали все о девочке, что она вредная, что она обижает всех вокруг и так далее. Очень часто человек думает, что он живет в своей семье и он считает, что его любят. Очень часто считает мужчины, что их любят женщины. Очень часто женщины живут в семье и они любят, что они считают, что их любят мужчины. Очень часто бабушки считают, что их все любят. Очень часто думают, что то, как они ведут себя, это идеально. А то, как ведет себя кто-то, это плохо и поэтому там создают претензии и так далее. Так вот очень часто наш образ формируется из тех чувств, которые по отношению к нам идут. То есть, в случае, если человек живет так, что близкие его ненавидят, то у этого человека эзотерика может не срабатывать в хорошем смысле слова. То есть, от варианта вообще. Тут такой вопрос, знаете, еще один интересный. Человек говорит, Андрей Андреевич, Андрей Андреевич, почему у меня не получается исполнить желание? Так все понятно. Для этого объяснить это и доказать, что это работает, можно, если прочитать очень интересный и фундаментальный труд, который удостоился Нобелевской премии, которая называется у Нобелевского лауреата Ильи Пригожина, по-моему, Николаевича Пригожина, Ильи Николаевича, которая называется «Дисипатия». И дисипатия бионических структур. То есть, вот он там приблизительно объясняет следующую структуру. Он говорит, что в случае, если твердая структура, имеющая какое-то желание, взаимодействует со структурой, которая находится напротив нее, то та структура, которая разрушается, эта структура, она создает порядок в той, которая стабильна. Вы, конечно, ничего сейчас не поймете, но я вам сейчас скажу приблизительно вот что. Смотрите, условно, если почитать внимательно «Дисипатии», то можно условно сказать вот что. Твердое человеческое существо, оно хочет при помощи своей мысли создать из ничего, находящегося вне его, какую-то структуру. Само человеческое существо, при этом оно материально, но хочет создать материальное из материального, из нематериального. В чем здесь проблема и почему этого не будет происходить? Материальное в нематериальном создавать ничего не может. Материальное может создаваться в материальном. Материальное – это наши руки, могут создать что-то материальное, если руками это делать. Нематериальные наши мысли могут создать руками нематериальное, то есть позвонить по телефону, кому-то нахамить, у кого-то чувства возникнут. Но может ли быть такое, что материальная мысль, нематериальная мысль, как писал Конфуций, может материализовать что-то? несомненно но это тайна я в ней сейчас вам расскажу если вы будете знать эту тайну вы будете всегда изменять свою жизнь в самом лучшем виде для этого подходит слово которое называется транс что такое транс состояние при котором человек не понимает что он сейчас чувствует свои руки и ноги не понимает где он находится находясь в этом состоянии человек может просить или мечтать или требовать от мира все что он захочет в этот момент все что он попросит у него будет исполняться а если он в этом состоянии будет представлять что в скором времени это у него появится то это сто процентов произойдет именно поэтому я все время говорю основа или ключ к тому чтобы ваши мечты исполнялись это введение себя в трансовое состояние при котором вы не ощущаете ни руки ни ноги не ощущаете где вы находитесь и самое лучшее время для того чтобы это делать это тот момент когда время по чуть-чуть вы исчезает и вы его не ощущаете обычно это происходит после пробуждения когда человек пробуждается то в этот момент у него появляется вот такое состояние он еще себя не полностью понимает еще не понимает где он находится еще между сном и явью в этот момент самого утра можно произнести какие-то слова которые бы вы хотели и она по чуть-чуть будет строиться также хочу вам сказать как будто ничего не происходит ничего не чувствую это обычно происходит так когда ребенок у меня была когда-то ситуация такая мой ребенок решил заниматься спортом решил заниматься спортом и я его отвел там уже не помню на какой спорт набег там он высокий и проходит буквально там четыре или пять раз он походил на этот спорт и говорит я больше ходить не буду я говорю почему я все равно там плохо бегаю плохо подтягиваясь я плохо у меня получается у меня плохо получается но я так хотел быть чемпионом но чемпионом человек не может быть первого раза ребенок не может вскочить и побежать человек не может сразу обучаться геометрии в человека который пришел в школу в первый класс ему нельзя сразу преподавать допустим химию или тригонометрию это же как бы само собой подразумевает точно так же и в эзотерике когда человек начинает заниматься эзотерикой он должен понимать что плавно постепенно по чуть-чуть жизнь изменять она плавно постепенно по чуть-чуть медленными темпами просто не отказывайтесь от этого просто периодически смотрите просто настраивайтесь утром просыпаетесь говорите мне нравится это мне нравится то я радуюсь что рядом со мной там жена живет радуюсь смотрите мои семинары обез и я вам просто могу гарантировать почему я могу гарантировать огромное количество людей смотрит мои семинары я популярен очень узнаваем среди народа любим и как в верхах так и внизах в разных странах и из-за того что это происходит я могу сказать что у многих людей это получается но особенность людей у которых получается отличающихся от людей у которых не получается это связано с тем что одни постоянно настраивается на эту тему то есть они постоянно вникают они постоянно пытаются что-то делать постоянно что-то слушает постоянно пытаются как-то изменять примерять это все к себе очень сложное обучение в школе очень сложные у меня эти все методы они связаны с тем что сам механизм знаете он вроде бы и простой но запомнить все невозможно сам механизм вроде бы и такой философский и легкий но в нужный момент невозможно это вспомнить и тогда почему очень большое количество всевозможных методов это связано с тем что одним людям подходят одни методы почему мы разные есть люди визуалы и аудио лы есть люди которые ощущают больше вербально есть люди наоборот ментально есть люди эмпаты они невербально ощущает мир есть наоборот люди которые называются дивергенты которые не могут ощущать то есть для них больше мир связан с восприятием в виде правил и вот такое дивергированное состояние восприятия окружающего мира у патичные астаки люди которые ну что-то не замечают принципиально потому что не врождены чтобы что-то вот особое не замечать аутичные есть и это все могут быть различные вот такие формы восприятия человека и из-за этого большое количество форм так один человек ему говоришь представь там что-то в жизни не представит никогда ничего но понимание того что он представляет может помочь ему и сделать для него больше чем тот который будет представлять как художник там что-либо для кого-то работает произнесение вслуха для кого-то просто дыхание кому-то необходимо обниматься для кого-то достаточно запомнить из-за этого сам процесс и работы над собой он может быть разным также для одних людей также это все изменяется на протяжении года человек может сначала быть визуалом после этого аудио лом и это может изменяться на протяжении жизни там большое количество раз поэтому вот таких однозначных принципов там срочные деньги деньги с воздуха срочные деньги деньги с воздуха это хорошие слова вы написали только значение этих слов непонятно но я могу вам предсказать когда вы заработаете деньги и эти деньги будут у вас воздуха это действительно произойдет это будет в 2027 году скорее всего будет это в январе и вы это заработаете на фоне скорее всего чего-то что связано либо с ресторанным бизнесом либо складским либо международным так что вам везет валентина здрасте андрей андреевич наш красивый волшебник точно знаю что именно вы поможете живу сейчас из-за войны в другой стране сосед наверху ужасно ведет себя живет сам мысленно каждое утро или в течение дня когда человек ведет себя как либо садите его в кастрюлю мысленно представляете будто открываете кастрюлю садите его и в эту кастрюлю наливайте горячую или теплую воду и накрываете его кастрюлей и накрывайте его крышкой и говорите пока будешь вредничать будешь сидеть в кастрюле второй вариант когда он бесится мысленно представляете будто на протяжении дня вы многократно зажигаете не видя этого человека как будто он находится в ярком белом таком в ярком белом шаре яркий белый шар убирает негатив очень часто блуд какие-нибудь влияния на человека и даже болезни они проявляются в виде темных таких пятен сверху находящихся на энергетической ауре человека белый свет он сжигает вот такую вот такие компоненты человек сразу успокаивается если он надержим весами блудом или какими-то побочно намотанными на нем ментальными программами своими или чужих людей и это может ему заметно облегчить его жизнь также послушайте наша жизнь так устроена она похожа на баскетбольный мяч когда вам что-то бросают в руки вы можете либо взять либо оттолкнуть в тот момент когда вы отталкиваете всегда помните это обязательно с вами произойдет поэтому если вам бросают и вы не терпите то это будет происходить вновь и вновь а вы постарайтесь потерпеть но здесь есть тайна дело в том что когда вы злитесь на другого человека когда вы боитесь другого человека произнесите слова да мне это раздражает но я это перетерплю потому что я это посвящаю своему быть дальнейшему здоровью или материальном благополучию или счастью или любви спасибо только не говорите вы продолжаете периодически орет материться швыряет разбивает музыка не включается соседи сказали бесполезно бороться есть какая-то практика аннигилировать но наверное я ответил на этот вопрос и вы понимаете о чем речь идет скорее всего аннигилировать не поможет почему такое происходит почему люди становятся одержимыми все связано с тем что кто-то мечтает любая мечта она требует от человека действия помните я говорил первая ступень школы колас я говорил что когда человек помните закон лоуренса и закон максвелла любая электрическая любой электрический заряд он создает вокруг тела в котором этот заряд накапливается создает электромагнитное излучение любое электромагнитное излучение внутри тела создает вокруг этого тела токи помните и в итоге электрический заряд то есть это знаменитые законы знаменитых физиков и так далее то есть как это все устроено вы теперь знаете просто не можете к этому приложить идею она выглядит так когда человек думает о чем-либо то это обязательно создает вне его какое-нибудь движение обычно это выглядит так я просыпаюсь и говорю хорошо чтобы мой бизнес начал приносить мне 10 тысяч долларов а сейчас я зарабатываю 100 долларов и после этого что-то должно произойти смотрите о чем заключается твой бизнес я вынуждена стоять целый день терпеть и слушать людей а люди разные приходят одни меня обижают то есть можно ли сказать что твой бизнес связан с эмоциональными состояниями несомненно или с физическими с физическими да а физические каким приносят но тоже эмоциональная ведь усталость она тоже как бы истощает нервную систему и в этот момент у человека появляется идея хочу тысячу долларов чтобы тысячу долларов каждый день зарабатывать вот он себе произнес но тогда человек должен наперед получить удары он вот эту тяжесть так вы зарабатываете и так у вас на протяжении там трех-пяти лет вы должны были перенести удары судьбы чтобы начать зарабатывать тысяч долларов а вам нужно это перенести на протяжении короткого времени то есть эти удары они должны быть максимально агрессивными то есть если я утром просыпаюсь и произношу себе хочу каждый день зарабатывает там 1 миллион долларов и скоро я буду зарабатывать 1 миллион долларов каждый день после этого нужно держаться почему потому что моя жена сойдет с ума повар начнет там что попало делать жена начнет на повара кидаться дети начнут друг друга бить все начнут злиться в доме будет появляться все время сумеречная такая программа потому что она очень активная она же создает желание появится ощущение будто все ломается все трощится все плохо у всех плохо все переругать в этот момент если перетерпеть то тогда миллион получите если начать ругаться не получите программа в этом разрушится именно так и нужно к этому относиться обычно когда такие люди появляются это наш повод для того чтобы или не мечтайте или если мечтайте то недолго если мечтаете то делайте и не обижайтесь если мечтаете если вы очень сильно мечтаете с утра новой квартире то не обижайтесь на мужа который говорит вам что вы толстая там страшная и еще какая-то это все палка о двух корчах вы хотите чтобы хорошие где-то произошло всегда помните математическую формулу третий закон термодинамики f равняется минус f поэтому если вы намечтали хорошие то однозначно должно что-то перед тем как что-то хорошее произойдет вам нужно заплатить чем-то плохим а это плохое и хорошее одинаковое и вам здесь нужно перетерпеть не знаю вы поняли вообще о чем я сказал доброго дня я ки методы боротьбы страха водению в авто никаких человек когда начнет водить авто со временем этот страх исчезает но это опыт нет нет чем отличается человек который начинает водить от человека который не боится ничего это связано с опытом то есть нужно просто этот опыт пережить каждый человек боялся первый раз когда садился за руль каждый человек боялся всего и дтп боялся и там всего боялся не стоит этого бояться мир так устроен как можно как можно не бояться для того чтобы не бояться необходимо сзади под кресло или под капот приклеить вилку 3 у вилку либо такую вот либо такую у меня вот такой знак в машинах мне их несколько и в машинах в заднем кармане везде лежит то есть у меня там две машины и 1 или электрическая машина везде в задних карманах а в электрической заднего кармана нет то там прямо приклеена вот так скотчем а если нет такой можно обычную вилку вилку так чтобы она иголками было вверх ирина шокало читлю клей зустрину свою людину с якой можно створить и счастливую семью вот смотрите вы мне немножко ставите такой вопрос который может быть для вас неприятным а вы представляете если я увижу сейчас что вынесут не встретите никогда я должен вам это сказать почему вы на сто процентов уверены что вы кого-то найдете ведь вы же сказали сразу же две программы когда я встречу с тем с кем я проживу всю свою жизнь никогда почему вы не проживете всю свою жизнь с этим человеком возможно он умрет раньше вас на один день все видите конец то есть я могу вам отвечать смело что вы такого человека как бы вы ни стремились не найдете в жизни никогда тогда что делать а вот выйдете вы замуж замуж вы выйдете когда но я думаю где-то в двадцать шестом году очень часто люди вообще почему замуж не выходят объяснение этому тоже имеется как бы это не звучало печально так знаете и банально для чего женщина выходит замуж почему мужчина женится мужчина женится его единственная вот смотрите мужчина без женщины может жить это совершенно нормально то есть он может обходить женщина без мужчины может жить тоже совершенно нормально но при этом мужчине легче удается зарабатывать деньги с чем это связано мужчины сильная ним у нас как бы все связано с мужским бизнесом знаете мужчине легче договариваться мужчине легче куда-то ехать мужчины более коммуникабельны мужчины в общежитиях вечно обнимаются все дружат у всех хорошее настроение если в женское общежитие всегда все ругаются друг друга ненавидят постоянные скандалы и так само собой женщина они так устроены что женщина женщине друг по телефону но если там вдруг появляется мужчина все друг друга ненавидят одна из особенностей женщины она заключается в том что у нее генетически предрасположенность рожать детей и она понимает что для того чтобы выносить ребенка ей необходима помощь эта помощь она обязательно должна быть поэтому каждая женщина хочет она или нет она все равно выбирает того мужчину которая ну она воспринимает как элемент помощи по-другому по эзотерически это звучит так я ищу человека которому я могу сесть на шею и который может дальнейшем за меня платить это меня содержать и так далее ну вот как то так это выглядит это опять таки хочу сказать не в упрек это одна из эзотерических особенностей поведения и с другой стороны а мужчине зачем а мужчине это нужно для того чтобы мужчина занимался с ней сексом мужчина ищет женщину для секса просто откройте глаза и всегда это знаете мужчина ищу женщину для секса зачем мужчина хочет себе помощника мужчина хочет продление рода женщина хочет залезть на мужчину мужчина хочет продление рода мужчине нужна помощь и это как бы так вот устроено все то есть он хочет секса для того чтобы у него был мальчик или девочка которые будут ему помогать женщина хочет помощника который поможет чтобы дети появились и для мужчины вот этот элемент или сегмент плодотворителя или оплодотворения он является важным самого детства мальчики желают девочек они самого детства думают об этом и это все основано на фоне рефлекса то есть когда женщина говорит я хочу встретить мужчину вы должны знать каждый мужчина видит вас сексуального партнера то есть каждый мужчина будет смотреть на вашу грудь будет смотреть на вашу попу будет хотеть с вами секс когда женщина говорит для меня секс неважно вы ставите ограничения потому что в тот момент когда вы встречаетесь с мужчиной каждый мужчина при встрече с вами выгиб рассказываете ему о своей душе я вам могу сказать он думает совсем не о душе он думает когда он ляжет что он будет рядом с вами ощущать будете ли вы вонять будет ли от вас вонять там изо рта будете ли вы там побритой какое у вас тело там стонете в постели или не стонете притворяйтесь или не притворяйтесь там и тогда если это все хорошо то в дальнейшем даже если притворяйтесь то делайте это искусно и на второй день такой мужчина уже влюбляется при этом скажите ему что он еще и хороший там мастер в постели даже если это не так кстати это тоже большая глупость уходить от мужчины там или не жить с мужчиной в наше время считаю что там он чуть чуть меньше с вами спит есть куча игрушек есть вибраторы там куча всего это можно там дополнить свое семейное отношение это если никто не видит то можно это очень часто разрушает семьи мужчина там у него очень быстро женщина хочет еще но так это все сейчас так примитивно и все просто больше нежности больше тепла и какие аспекты основные основной аспект женщины заключается в том что ее первая чакра где находятся половые органы она очень часто потушена то есть там нет огня нет огня и выглядит это так женщина говорит вот я ему дала после этого он со мной жить не хочет и он не пришел она говорит а я же ему верила я надеялась то есть вы считаете что если он переспал то все надо сто процентов а если ему не понравилось а почему ему не понравилось в этот момент как раз и есть понятие которое называется огонь если у женщины нет огня не в первой чакре не второй чакре не в четвертой шансов у нее жить счастлива с кем-либо никаких если в первой чакре ее тело не нравится такие красивые девушки есть ними мужчины начинают жить через два-три месяца не хотят с ними сексом заниматься почему огонь гаснет если женщина голодает постоянно если у него все время диета если у нее все время упадок ну нет сил и так далее нет физических упражнений она нет в первой чакре нет энергии во второй чакре нет энергии опять таки связано с голоданиями вечными с бесконечными нервами там меняются энергии к нили с такой женщиной мужчине очень сложно будет жить потому что найти возможность но внутреннего состояния чтобы все время любоваться только красотой очень сложно мужчине это необходимо и женщины тоже почему женщина как женщина начинать она мужчина при этом старается быть и постоянно там наверно стараться требует похвалы он же как для своей мамы это делает постели ему необходимо похвала и женщина а у женщин есть такой вариант смотрите кого выберет мужчина и кому дадут мужчину мужчину могут дать только в том случае если она нуждается то есть в чем нуждается женщина она нуждается в том чтобы кто-то взял за нее ответственность давайте еще раз скажу смотрите рядом должен появиться кто-то кто возьмет ответственность за жизнь этого человека тогда что нужно делать смотрите если у вас там вы обеспечиваете маму обеспечиваете себя вокруг обеспечиваете если вы показываете что вы все умеете вы сильное так далее зачем вам давать мужчину объясните какая задача чтобы было но это уже большая редкость поэтому женщина она должна быть такой немного безответственной искать возможности ну и говорит себе что мне бы хотелось там чтобы кто-то взял ответственность за мою жизнь это важно осознавать даже знаете а важно осознавать что я ищу мужчину я ищу мужчину хочу для любви я хочу чтобы этот мужчина спал со мной гладил меня целовал и взял ответственность за за мою жизнь нас на свои плечи вот так вот таким если настроиться на то что это ответственность будет если вы перестанете говорить что я работаю там-то и там-то что этом вот такая-то такая-то что ей родителям помогаю это делаю никому этого не говорите когда с мужчинами встречаетесь или где-то переписывайтесь вообще об этом не говорите вообще меньше говорите что я такая я такая это никому не интересно также никогда не считайте что очень часто женщины считают мужчин как бы извращенное такое восприятие считают мужчин всех одинаковыми это не так все мужчины абсолютно разные и мужчин тоже я понимаю не всегда считают что все женщины разные по опыту и подобию тому как мужчина общается с другими мужчинами это тоже неправда почему В большинстве своем очень много женщин имеют очень похожие между собой одни и те же типичные модели поведения. Поэтому, когда мужчина говорит, я не понимаю женщин, ну зря, а что же там понимать, слушай. Нравится женщина, говори. Хочешь ухаживать, ухаживай. Если там не хочет эта женщина, значит не рассматривает тебя. Значит там есть кто-то, на кого она претендует или о ком думает. Ну не зацикливайтесь. Вообще хочу вам сказать, что не надо зацикливаться. Друзья мои, есть понятие такое. Когда женщина, вот представьте себе очень большая очередь из голодных людей. А повар один, он стоит с этой ложкой и насыпает каждому. Насыпает каждому, кого он будет любить. Все стоят в одной очереди. Стоят в одной очереди, это очередь жизнь. И вдруг тут подбегает кто-то и начинает без очереди лезть. Одному, второму даст без очереди, а потом скажет, короче, зачем вы без очереди лезете? Идите в самый конец. И потом в самый конец. Так вот, самых наглых, самых желающих обычно пихает в самый хвост. Поэтому в тот момент, когда вы начинаете, да когда же уже, да когда же, поздравляю вас, вы находитесь в самом конце. Поэтому терпеливо начните ждать и терпеливо дождетесь. А когда вы это для меня послушайте, это не рыбу ловить и не на охоту ходить. Наталья Тишко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, расскажите. Подскажите, расскажите. Золотую пластину женщины в колеснице с головой прилепленной. Она у меня как паспорт к школе Кайлас. И немного о себе. Скитаюсь по немецким мусор. Вот сейчас внимательно прочитайте, что вы мне написали. Какая женщина, какая пластина, какая колесница, какой мусор, что такое вообще, что с вами происходит. Что вы пишете? Ну читайте хотя бы перед тем, как отправить. Кирилл Андреевский. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Какой из вариантов будет лучшим решением для меня? Пойти учиться в аспирантуру или получить бронь или отсидеться дома и работать на себя? Нет, отсидеться не получится, а лучше получить бронь. Анна Вартанян. Вы замечательный человек. Скажите, мне скоро 24 года, есть дочка Милана, очень хочет папу. Скоро ли я встречу своего персонального мужчину? Маша, ваша дочка Милана, она не является тем, кто будет хотеть папу или не хотеть. Папу должны хотеть вы. Вы, а при чем тут дочка? Что с вами? Ищите мужа. Вы мужа собираетесь искать или папу дочки? Если папу дочки конец вам, даже в пространство этого не произносите. Вы будете папу находить, который с вами не спать не будет, не жить не будет, не желать вас не будет. Таких дамочек, которые выбирают потом пап для дочек, я знаю, жизнь их потом ужасная. Друзья мои, вы должны знать, 95% населения, которые проживают на земле в браке, среди этих людей, 100% населения, проживающих в браке, ну ладно, люди, которые проживают в браке, из этих людей огромное количество людей, которые не имеют секса. Именно это и объясняет, почему они не имеют секса. Смотришь на такую пару, она красивая, он красивый, секса нет. Почему? Как же они живут? Ну она считает, что он не говорит комплиментов. Он, возможно, не может ей сказать, что, он, возможно, хочет тепла какого-то. Я не знаю, в общем, что между ними происходит. Она обижается, у них там бесконечная злость. Таких людей видно, она кричит, он обижается, или она обижается, он кричит. Почему? Ну потому что интима им не хватает. Вот прогревание слоев, есть же книжка у меня, там называется «Магия любви», даже в электронном виде за 10 долларов. Купите, прогревайте слои себе, пройдите семинары, есть семинар «Быстрое замужество», есть очарование партнера. Поделайте, все найдете. Но искать мужа, искать мужа ради того, чтобы у дочери был папа, это бред. Никогда так не делайте, даже не думайте в этом направлении. Ищите для себя мужа. Что значит найти для себя мужа? Найдите для себя мужа такого, который мог бы вас себе на шею посадить. Найдите мужа такого, рядом с которым можно было бы чувствовать себя в безопасности. Найдите такого, чтобы гладил вас и любил. Вот такого. Скоро ли встретите? Где-то в 27-м аж году, может быть в декабре-январе. Светлана Шалер. Здравствуйте, скажите, я выиграю в лотерею. Хочу вам сказать, Светлана Шалер просмотрел вашу жизнь от этого момента и до конца. То в мелкую лотерею вы будете выигрывать небольшие суммы денег. Там 50 долларов, 20-50, максимально 120. Но джекпот и сумму больше 1 тысячи долларов вы в вашей жизни никогда не выиграете. Почему? Так а я что знаю. Вы спросили вопрос. Вы спросили вопрос, выиграю? Я вам говорю, больше тысячи, ну максимум до 2 тысяч. Вот больше этой суммы никогда в жизни не выиграете. Никогда. Имеет ли это объяснение? Да, имеет. Хочу ли это сказать? Для чего я должен вас обучать? Ветер, Елена. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Не могу выйти замуж за 50 уже всю жизнь одна. Благодарю. Это, видимо, связано у вас с кармой. Что необходимо сделать? Представьте, положите правую ногу и левую ногу перед собой, сядьте на стул. Возьмите правую ногу и скажите, все мужчины моего рода, дедушка, прадедушка, папа, обожаю вас, вы мои мальчики. И поцелуйте эту ногу вот так вот, погладьте ее, как будто это мальчики. Потом возьмите левую ногу, точно так же положите ее на колено. И скажите, это мои все девочки, моя мама, моя бабушка, моя прабабушка, прапрабабушка. Потом точно так же поцелуйте. Потом скажите, пальчики на левой ноге, это мои прапрабабушки. Стопа моей ноги, это моя бабушка. Голень моей ноги и колено, это моя мама. Это забедренный сустав, это я. Точно так же с правой ногой, там, пальчики мои, это мои прапрадедушки. стопа моя это моя проба про деду мой прадедушка голень моя и колено моего это отец мой тазобедренный сустав брат мой если нету сына или сын мой муж мой можно сказать и потом мысль будущий и потом говорите сходятся они к одной речке к одной печке и говорите в том месте где видите где видите половые органы там где лобок представляете будто там горит прям огнем как будто костер и говорите сходятся по кругу ходят хороводы водят греются все вместе и радуются выполняйте такую практику каждый день на протяжении месяца замуж выйдет здрасте учитель как должен выглядеть эзотерийский маникюр какое эзотерийское значение каждого пальца на ладони рук и ладони на третьей ступени я рассказываю проходите все это там найдите это я давал этот еще раз аж не интересно об этом говорить звуками учите здрасте получится ли у меня маленький бизнес или не стоит начинать получится маленький бизнес наталья тишку андрей андрей скитаюсь по-немецки мусорка а по мусоркам я понял из ямы вылезти не могу держу из-за ваше учение философию и прохожу купленную только в яме что вам нужно сделать наташа собираетесь и едете в то место где находятся ваши родные видимо вы потеряли связь с вашими предками для того чтобы вот смотрите если в жизни все очень плохо все обвалилась что нужно сделать находите могилу ваших предков отца или матери или тех людей которых вас воспитали если есть живые едете к ним идете если на могилу идете на могилу и говорите каюсь за все каюсь за все обожаю лежите с миром каюсь только ничего не просите говорить отпустите пусть я буду жить счастлива отпустите я хочу же час если там близкие сделайте подарок там отцу матери прийти обнимите их скажите я очень извиняюсь я так вам мозги трепало и очень очень вас люблю обожаю вы мои золотые любимые родные целую вас люблю обожаю и так далее вот если так сделать то вы скитаться вот так не будете почему люди скитаются люди скитаются они не понимают жизнь наша есть дерево наши предки есть левая часть корня и правая часть корня любое плохое отношение к своим предкам бабушки дедушки кому угодно это любое отношение она сказывается на плохое плохую жизнь и ноги болят там пипетки болят и так далее это все ваши ненависти ваши ненависти там к родителям маме папе я понимаю там насиловали били там не за что их любить быть выбросите это это не имеет для этого мира вот то что произошло не имеет значения это ваша оплата в прошлой жизни значит вы были должны за это рассчитаться и вот так с вами произошло одержимы были эти люди и скажите каюсь простите больше не буду каюсь простить и больше не буду отпуская вы мои хорошие обожаю вас люблю это распутывает всего до момента пока человек ненавидит своих близких хана ему ненавидит если мальчик ненавидит мать не будет женат если девочка ненавидит отца будет бедна если мальчик ненавидит отца будет беден если девочка ненавидит мать то замуж не выйдет будет плохо будут всегда плохо к ней относиться надо внутренне всегда изменять состояние и обожать своих предков это очень важно это правда очень важно поэтому собирайтесь едьте близким мусорки вам точно не нужны зачем мусорки в чужой стране если у вас есть своя страна возвращайтесь если вот я хочу сказать мне в семью необходим повар просто колоссальная заработная плата мы живем в деревне киевской области нам необходим повар я хочу повара такой чтобы умел готовить 1 2 3 компот и год и кормил меня и моих детей утром и вечером с хорошими деньгами и я не могу найти повара не девочку не мальчика никого какой ужас вообще а люди говорят там не можем найти работу не можем найти работу ну так это все работает приготовить еду это же не сложно но это же не сложно на там на 7 человек вы в киеве киевской области есть знания работы повара напишите мне я мне необходим повар мой вам совет не нужны вам эти мусорки наташа вам нужно заниматься быть продавцом вам очень хорошо будет получаться услуги по аренде помещений сдачи помещений едьте к себе в вашу страну вы все равно приедете где-то в двадцать шестом году очень хорошо будет получаться посредничество романа логинска витаю дякую за вашу працу будь ласка скажите варту повертатись почву в украину и коли можно же повертатись таки зможу я відкрите свой бизнес в украине и буду успешно відкрите зможете але успех c досы таки растянуты наверно понятия потому что у одних людей успех это там 100 долларов в день зарабатывать для других сотни тысяч долларов это безуспешная потеря если рассматривать вас туда у вас идет возможностью да у вас будет получаться единственное что вам мешает это очень сильные такие внутренние амбиции я я я я я я почему не стоит цепляться за эти амбиции дело в том что вы тот человек который очень разочаровывается очень мечтаете очень разочаровываетесь вот этими мечтами вы тормозите исполнение мечтаний а вашими там рассказами об этом всем вы блокируете дальнейшем чтобы это происходило так же когда вы начнете делать у вас планы будут высокие большие когда начнете делать то сразу не будет ничего получаться будет как-то так вяло идти это вас будет как бы руки опускать если человек хочет заработать 1 миллион долларов он должен знать что каждый день 8 часов он должен сто процентов работать от начала и до конца восемь часов на себя вот шесть лет работаете восемь часов на себя 11 часов на себя но делайте это шесть лет и сто процентов за шесть лет заработаете миллион долларов только сами на себя много а если вам помощники возьмите помощников но работаете а если этим помощником тоже не торопитесь с собой работайте много работайте и будьте в каждой теме когда не можете отдыхать работайте не можете работать обучайтесь не можете обучаться отдыхайте Не можете отдыхать, работайте, не можете работать, обучайтесь, не можете обучаться, отдыхайте. Все, три компонента. Если так шесть лет работать, будете мега знаменитым. Свои вопросы написал в телеграм, здесь не поместился, сжато. Можно сделать янтру, сорвал. Я вам ответил там, я вам даже ответил и отправил там свой символ, который называется символ защиты солдата. Там же, под вашим сообщением, зайдите в телеграм, еще утром. И там написал, сделайте из него медальон, так, чтобы с одной стороны был выгравирован, и с другой, оденьте на голое тело этот медальон и носите, тогда не пропадете, не будет никогда у вас погибель через пулю, и всегда вернетесь с войны живым. Что бы ни происходило, смело можете делать. Скоро обратно на Донбасс вернусь. Да, вернетесь, я вам обещаю. Сто процентов вернетесь, не бойтесь. Романа Логинская. Еще одно запытание. Детина часто плачет в ночный час. Встановлено диагноз ночных кошмарев. Дети плачут ночью, потому что они адреналиновые. На протяжении дня ребенок очень много реализует, очень много потеет, потому что ребенок активный. Когда ребенок очень много потеет, очень много пьет воды, то у него теряется минерализация крови. Минерализация крови, когда теряется, то у нас минералы кортикостероиды надпочечников, они не могут быстро вырабатывать минералы кортикостероиды, им нужны минералы. Они их недополучают. И такие минералы, которые уходят больше всего, это, конечно же, натрий, кальций, калий и магний, они расходуются больше всего. Особенно магний и особенно кальций. И в тот момент, когда ребенок погулял, поплясал, попотел, потанцевал, у него и не получил магния, мы его, поверьте, особенно дети, ни магния, ни кальция не получают, потому что дети кроме чипсов ничего не едят, и творога ему точно никто не дает. Также магний, они же не едят круглосуточно у вас, печень говяжью и не употребляют тоннами яблоки. То есть им ни магний, ни кальций, по идее, взять неоткуда. В сухом молоке, кстати, кальция нет. А и вот появляется проблема такая основная. А где же им брать? И кальций, магний, он должен приводить к релаксу мышцы, а кальций является электролитом и должен сжимать сердце. То есть он является электролитом, регулирующим сердечное сокращение. И в этот момент, когда теряется, то ночью сердце расслабилось за счет того, что происходит процесс расслабления в ночное время мышечное. И в этот момент у ребенка происходит апноэ, то есть он перестает дышать. В этот момент выделяется адреналин для того, чтобы почему кальций закончился и магний закончился. И после этого нужно сжать сердце. В этот момент снится страшный сон. В этот момент ребенок может задыхаться, как будто хочет крикнуть и не может. Он на самом деле не может, потому что у него дыхания нет. В этот момент он не дышит. Но организм работает как система СОС, и она выделяет большое количество адреналина. То есть ребенок в поте таком просыпается и говорит, мне страшное приснилось, я сейчас расскажу. Страшное приснилось, это его психика восприняла остановку сердца. Что необходимо делать? Поможет кальций и магний. Начните давать ему цитрат кальция и магния. Цитрат можно тоже. Пропьет один месяц, на этом все страшные сны закончатся. Конец. Знаете, тысячи таких было детей, которые мы там яйцами выкатывали и там что-то делали. Я говорил, вот вам мой жидкий кальций, вот вам мой жидкий магний. Один месяц пусть попринимает, и потом говорят, Андреевич, вы 100% что-то сделали. Так ничего не делал. Почему? Так я знаю, как это происходит. Зинченко Ирина. Почему два моих мужчины явные и скрытые алкоголики? Один уже умер от инсульта, а второй кодированный. Встречу ли я не алкаша? Для того, чтобы встретить кого-либо, нужно обязательно знать тему встреч. Когда вы жили с человеком, который вел себя не так, то этот человек вел себя не так отчасти из-за того, как вы себя вели. То есть это прямое отражение. Ну, как бы не об этом. В тот момент, когда человек умер, и в тот момент, когда это произошло, то у вас осталось послевкусие. И вы сказали, я ему все прощаю, он был хорошим человеком и так далее. И из-за этого появился и второй. На самом деле, когда вдруг так произойдет, я не хотел бы, чтобы так произошло, и между вами закончатся отношения, то скажите, тот алкоголик, с которым я была, был козел, негодяй. И напишите для себя как бы мысленную картину, что дура была, что вот с такими жила, с такими жить не нужно, больше ни с одним алкоголиком жить не буду, пошли все алкоголики в баню, теперь буду жить только с не с алкоголиками хорошими. И все, и после этого у вас будут только нормальные. Программа закончится. Программа закончится, потому что вы сделаете вывод. Наша жизнь – это вечный урок. В этом вечном уроке, если человек делает вывод, начиная с себя, то есть была дурой и встречалась с алкоголиками, а была бы умной, послала бы в первый день. Как только выпил, сказала, собирай монатки и на выход пошел. Но вы ж этого не сделали. Или там вы у него живете. Так он выпил первый день там алкоголь, сказали, все, я не хочу с тобой жить, я вообще с алкоголиком жить не хочу. Собрались и ушли. Значит, вам это нравится? Если это школа жизни, скажите, больше с алкоголиками жить не буду. Как мне алкоголики достали? Как убрать алкоголизм у алкоголика? Мысленно представили, будто он маленький ребенок, этот мужчина. Обняли его, такой теплый, хороший. Гладите его по спине. Говорит, ты мой там золотой, ты мое солнышко. А сзади него, представляете, его пьяного алкоголика там с грязными коленями. Говорите, а вот это пошло от нас. Пошло. Представили, будто взяли палку или веник какой-нибудь и бьете. Говорит, пошло с нашего дома. Пошло отсюда. А я вот не могу понять. Смотрите. Вот вам же интересно. У вас же есть сейчас интерес. Я отвечаю на ваши вопросы. Но вы сейчас вот отвечаю на ваши вопросы, а вы не ставите лайки. Ну вам же ничего не сложно было подписаться сейчас и поставить лайк. Я же не говорю там донатьте сейчас там или платите там что-то. Ну лайк-то можно поставить, а вы даете. А потом говорите, почему люди вот такие и неблагодарные. Ну так, а почему они должны быть благодарны? Сейчас вот человек вместо того, чтобы кушать вечером, сел и говорит вам там эзотерические практики, техники, отвечает на ваш вопрос. Анатолий, здравствуйте, здравствуйте. Практику. Три минуты для денег. Когда лучше делать? Утром или вечером? Лучше делать каждый день 10 секунд на протяжении года, чем 6 часов один раз в год. А лучше делать все равно, когда. У меня была ситуация такая, как я попал в свое время? Я сейчас расскажу. В такие деньги попал. Как это произошло? Ушел от партнеров и взял в партнера еще одного человека. Потом этот человек вместе с моим племянником и еще одной партнершей ограбили. А долг, который был в другой компании, остался на мне. И очень большая сумма. Сумма, чтобы вы понимали, она была больше 500 тысяч уен. И мне пришлось заложить квартиру. Не отдал я все деньги, конечно. И пришлось ее потом продать. И пришлось вот что-то делать. И итог такой. Смотрите, ровно неделю назад у меня было все. То есть там куча магазинов, крупный бизнес, хорошее здоровье, там куча всего, знаете. И любимая женщина, там любимые друзья. Там вместе баню ходили. Я на Мерседесе ездил и так далее. А потом щелчком пальца просто долги, бандиты и конец. И вот я человек, который имел все, знаете, там пачками деньги у меня просто в целлофановых пакетах стояли. И вынужден был даже один день такой у меня был, что я приехал и квартира опечатана. Я не смог в нее зайти, свою же личную квартиру. И пришлось ехать в офис. И тот офис, который был ключ, я забыл дома. Доехал на такси к офису. И в этот офис не зашел. И у меня был склад, который находился на четвертом этаже в доме. И там просто склад какой-то. И я поднялся на этот склад. У меня там стулья какие-то были и так далее. И вот я на этом складе спал. Когда я спал, то чувствовал себя плохо. Потом утром я проснулся, взял четки и говорю себе. Ну давай, бери себя в руки. Ты столько всего знаешь. Знаешь мантры, разные денег. И вот мантру, которую я вспомнил, их было две. Одна была. И вторая мантра, которую я вспомнил. Это была и вторая, и вторая, и вторая, и вторая, и вторая, какой же я читал. Ну и вторая была, сейчас не вспомню. Ну вот, ведь ям дыхи читал. Днем я встал, у меня там небольшая сумма денег. Вообще полная падение, ничего не понимаю. Никому дозвониться не могу. Те исчезли, те пропали, деньги украли, все понятно. Узел завязывается и так далее. И я целый день, целый день пошел, купил себе там чуть-чуть поесть сухомятку. И уже с этого офиса субботу-воскресенье не выезжал. Жара была такая, плюс 40 на улице. Чувствовал себя плохо. Читал я пятницу, субботу, воскресенье. Злился на весь мир там и так далее. А утром в понедельник все решения практически пришли. Практически все решения. Для меня это было таким шокирующим шагом, я даже вам не могу передать. То есть все решения, которые были, они решились как бы сами по себе непонятными способами. Вообще, как с неба упало. Вообще, просто как упало с неба. И я говорю, что эзотерика, она очень ярко может работать с человеком. Никогда человек не должен, человек должен знать, что делает эзотерику. Эзотерику делает добрая душа и доброе сердце. Мне очень нравятся люди, которые описывают меня и там смотрят мои видео и потом говорят, вот мы видели этого эзотерика. Какой он эзотерик? Эзотерик, а-ха-ха, как подумаем о нем, все время смеяться хочется. Вот если вы когда-нибудь видите человека, который выступает на публике и после него хочется смеяться, то креститесь и убегайте. Правда. Потому что это перед вами самый настоящий и очень сильный эзотерик. Потому что именно эта энергия, которая называется энергия внутренней доброты, энергии внутренней добра, она и является той огненной, невероятной, бешеной силой, которая как творит зло, так и добро. И она является универсальной и самой сильной. А те, которые там фу-фу-фу, муру-муру, там сейчас я как сделаю, там я что-то смотрю, просмотрю, как жахну и так далее, это все фетиш. То есть это все возможность заработать деньги на то, чтобы кого-нибудь. Какая же вторая мантра была? Вторая мантра была? Коруны, коруначита, макпадайпагватисарапайминасасох, не это. Сьядатхидана, о, вспомнил! Сьядатхидана, джини грини сарвардха, садханиша шиналага, шиманана шая ситхенату, мантра падаисваха. Это была вторая. Вот я тогда читал Ведяндыхи и читал Сьядатхидана. И первая мантра, и вторая, они мной описаны как любимые мантры, и я их написал у себя на сайте Дуйко Гуру. Вы можете перейти и найти их там. Там огромное количество информации, кстати, но я никогда не жадничал на отдачу информации и считаю для себя это своим внутренним путем и желанием. Да, я искренне хочу, чтобы люди жили хорошо. Да, мне очень хочется, чтобы не просто ученики, а обычные люди справлялись с болезнями, не заморачивались, чтобы знали, что всегда есть выход. Мне это нравится. Я таким образом себя чувствую счастливым. Сейчас болел ковидом. Есть ли какая-то эзотерическая причина к тому, что я заболела? Есть. Вы себя загнали. То есть все время должна, 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 должна быть, должна сделать, должна быть им, должна для них, должна для себя, должна для этого, должна это. вот когда должна должна это же пресс такой он рос 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 а потом вас и придавил ваше тело кричит полежать мне надо все не могу больше ну и все уложила вас вот теперь вы исполняете долг перед телом отдыхать и выздоравливать слушайте мой шум но часть на большей ступени это прямая учись си минари скала чакриво пидскажить будь ласка я правильно читать мантру являть вогонь перед собой чи у середині тіла у середині тіла добрый день мастер чи є на мені зглаз порча проклятие чужий негатив крадник крадник есть порча зглаза нет проклятие не увидел тоже в семье Наталья позорная Доброго дня шановный Андрей Андреевич почала займатися эзотерикой и весь час у мене в життє різні випробування я живу як на вулкане спокину життя в мене немає щось земною дело в том что ответить на этот вопрос я не смогу для того чтобы ответить на вопрос вы должны сказать какой вы эзотерикой занимаетесь я в том что эзотерика эзотерики рознь в случае если вы занимаетесь не моей то я представляю что вы там делаете вообще мне неудобно это говорить но занимайтесь у меня потому что я выхожу в люди объясняю все и могу понять что же происходит я даже прочитаю сейчас письмо хоть я обычно этого стараюсь и не делать я живу сейчас в Америке слушаю ваше видео вторую неделю переучиваю себя не винить восхвалять детей не только пишу потому как действительно не понимаю что происходит как исправить шесть месяцев материальный блок с момента обучения в духовной академии медитации визуализации по святы пишу как есть факт после этого работа ушла не берут и так далее и так далее ну и вот это вам я не учил вот смотрите как может со мной поступать человек он идет куда-то и там получает по святы какие-то там я даже не знаю что это такое и после этого говорит у меня все обвалилась так и должно быть поверьте мне да почему так и должно быть ну допустим люди занимаются йогой и йога ориентируется или эзотерика очень часто ориентируется на индуистскую культуру чем отличается индуистская культура йоги в индуистской культуре не нуждаются в пище а также им не нужен секс единственное желание которое они из ставят на протяжении своей жизни это достичь состояния при котором они больше не будут перерождаться на планете земля они это называют выходом в состоянии нирваны то есть они идут к пуруши минуя нирвану и все и получается они сливаются с богом это их основная задача какие помехи у этих людей помеха деньги помеха семья помеха долгая жизнь даже помеха они не ставят это и не является это для них ключевой моделью и ключевой задачи а мы при этом занимаемся йогой и считаем что йога может принести нам материальное благополучие как если материальное благополучие для йога является тем что мешает ему жить счастливо слышите да а что такое йога когда человек поднимает руки или соединяется то каждый вид йоги это определенная буква на санскрите которая если человек сидит в какой-то позе то если отойти далеко то можно увидеть в нем какую-то букву и очень часто эти буквы которые друг за другом используется это является определенным словом и это является вот тайнами этой йоги есть йога там допустим лая йога или там асана йога или там хатха йога но это вообще так и она может быть вот вы час занимаетесь а на самом деле каждое ваше движение это каждая буква на маш его я это м а м а х и и в а я то есть 10 а сам вы сделали и вот вы позанимались йогой на самом деле вы йогой занимались вам казалось что это для чего-то для усиления души и тела на самом деле это было проявление в пространство просто букв он намах шивая то есть это он намах шивая я принимаю разрушение я принимаю созидание там допустим люди занимаются кабалой там в кабале объясняется системы мироздания гипотетические можно сказать ну кто-то воспринимает их не как гипотетические и есть очень много выводов которые делаются на основе этих знаний то есть эти выводы они концептуальны потому что они созданы на основе книг зогар яцира также на основе галаха и там но есть очень много задач и много выяснений там всевозможных тем но одна из особенностей кабалы заключается в том что она вышла из она вышла из и и индуистской культуры и иудейской верните извините иудейской культуры но и ее могут практиковать по идее пользоваться ей исключительно иудеи а если человек не иудей но если человек не иудей то тогда он должен принять или каким-то образом работать над тем чтобы его в дальнейшем рассматривали как там принять приняли его в эту иудейскую культуру или там заслужить это или там каким-то образом что-то сделать для этого там эзотерические направления там христианские эзотерические направления и так далее они же не ставят на первое место тенденцию там зарабатывания денег и так далее откуда уже это все взялось есть философия есть философия и есть такая философия можно ее назвать прикладная вот гегеля наверное заканчивая ну чем угодно там заканчивая на психологии современные вот эти пути исследования нейролингвистические исследования это же все эволюция и в этой эволюции медленно но начали развиваться и начали создаваться некие видения там моделей то есть в определенных социумах какие-то модели могут сформировать у человека успеха могут не успех вот эти модели успеха и не успеха они и же люди такие которые могут их подчеркнуть и увидеть и вот такие модели поведения они являются выходцам из чего-то как в буддизме говорят при первопричины после этого следствия и или человек поступает как-то это как-то должно что-то к чему-то при из произвести то есть гештальт должен быть закрыт то есть это все формировало целую культуру она формировала видоизменяла культуру подход глоссарии возникали какие-то кто-то свои идеи давал концепции и это все было вот как альтернатива знаете альтернатива потому что кто-то это все применял и там пробовал это делать виде по наитию там это развивалось еще там со средних веков на это называлось там по-разному и она развивалась вот она своим пучком своими вот такими группами своими посвящениями или еще чем-то очень длительное время развивалась я тот человек который объединил философскую доктрину наверное многих религий и объединил ее с философской концепции жизни обычного человека в определенной жизни то есть какие есть нюансы которые можно там быстро учитывать очень часто блокируются деньги из-за того что человек говорит там почему они заработал из-за чего там и так далее вот почему у них получается у меня не получается это зависть условно если это отобрать или убрать то можно сказать что деньги возникают тот момент когда человек думая о деньгах или прикасается к деньгам испытывает состояние радости тогда это является уже грубо математическая модель которую можно использовать дальнейшем с научной программируя научное обоснование из него создавать модели поведения то есть условно можно сказать что когда я отдаю деньги или смотрю деньги или там думаю о деньгах если в этот момент я научусь говорить ничего страшного скоро у меня будет или скоро у меня получится или этом посвятить эти деньги посвящая к своему материальным благополучию то это изменяет вот этот концептуал то есть условно это выглядит так я страдаю когда я думаю о деньгах и деньги у меня забирает я радуюсь когда я думаю о деньгах их отдачи деньги ко мне приходят то есть такая модель она вполне логическая математическая с чего я начинал я начинал с изучения математики и физики потому что математика и физика создает модели поведения и объясняет фактически любую модель поведения происходящего в мире то есть То есть если это является математической, физической моделью, то она может быть понятна, ее можно 100% использовать как доказанную модель и продуцировать ее, проектировать из нее какие-то штампы, концепции, идеи. Вот таким образом, легкий ли это был путь к своей школе на протяжении своей жизни, я ее читаю с 2007 года, 2009 по-моему, ну вот я ее изменял уже, наверное, раз в 10. Почему это происходит? Каждые следующие 3-4-5 лет они дают новые концепции, новое видение, происходят ошибки, изменения. Почему? Я не стесняюсь общаться с людьми, те концепции, которые были, они могут быть сложны, поэтому я где-то школу упрощаю, где-то создаю упрощенные модели, создаю другие такие моменты. Кому-то нравятся старые ступени, но есть же люди, которые родились там в 50-х, 60-х, 70-х, а есть которые уже в 80-х, 2000-х и так далее. Поэтому для нас что-то одно там не подходит, кому-то одно нравится, другому – другое. Но я могу сказать, что я отличаюсь тем, что я прихожу к людям. Я прихожу к людям. И приходя к людям, я готов отвечать на вопросы, как там говорят за базар. Почему? Потому что мы сейчас все вместе, и нас здесь много, две с половиной тысячи человек. И каждый из вас может мне написать гадость и написать, да, это полная чушь, дуй-ка, ты какашка, там, и так далее. Вы же не все купленные мной, правильно? Ну, есть, наверное, там, тысячи две. Я желаю вам счастья. Вы хорошие люди, потому что плохих людей не бывает. Люди рождаются, умирают хорошими. Тогда где берутся плохие? Плохие люди – это плохие поступки. Поэтому в тот момент, когда человек хороший, пишет гадости кому-то, пишет комментарии плохие, сплетничает за спиной, говорит кому-то гадости о ком-то, то он становится плохим. Когда человек говорит, вот там я, на меня влияют все плохие и так далее. Нет-нет, мухи садятся только на плохое. Зло садится только на зло. Всегда это помните. Добро, оно как лед, а Бог как солнце. Бог как солнце, оно на лед светит, лед по чуть-чуть растает, жизнь заканчивается. Человек вновь становится водичкой. А так человек, который постоянно на себя грязь одевает, вот на меня влияют, на меня все плохие, все плохие, все вокруг ждут, я там всем отомстю, сейчас зло сделаю, все вокруг плохие, сейчас они получат, я там наколдую туда плюну, эти дураки, эти сволочи матюкаюсь. То вы больше и больше на себя одеваете вот этих какашек. А потом на вас и слетаются, кто? Ну так мухи слетаются. Мухи это уже, а потом вы мне говорите, Андрей Андреевич, а можно мне мух с меня? Ну так это же должно денег стоит, правильно? А сколько? Сегодня женщина написала, у меня там три сына, один сын умер от алкоголизма, два сейчас, сколько будет стоить? Я ей пишу, 3000 долларов будет стоить. Если на протяжении года не бросают пить, то тогда я деньги на 100% возвращаю. И она мне пишет, ого, а что так дорого? Я же не говорю, заказывайте у меня. Есть хорошая тема, наркология. Везете к наркологу, кладете его, ему делают терапию и так далее. Я же не говорю, срочно у меня. Вот это мое такое желание. Ну мы, наверное, нет. Ну нет и нет, а мне все равно. Я счастливый человек. Я сам не пью, другим не советую. Я сам живу хорошо и другим советую. Жену люблю и другим советую. Хорошо к людям отношусь и другим желаю этого. Подскажите, много с мужем работаем, стараемся, большая семья. Когда будет улучшение? Когда будет любовь? Тогда будет улучшение. Любовь это когда не... Не любовь это когда тепло в груди. Смотрите на мужа, гладите его. Говорите, ты хороший, ты мой задчик. Я тебя люблю. Потому что если к нему течет любовь, к нему текут деньги. То же самое и он любит детей. Говорит, вы мои зайчики, вы мои пупсики. Большая семья это сумасшедший генератор для появления материального благополучия. Играйте с детьми, любите детей. Любите их как мужа. Относитесь к мужу хорошо. Гладьте мужа, говорите, ты мое солнышко, обожаю тебя. Старайтесь ему угодить какой-нибудь тортик или еще что-то. Вот как моя жена. Она как птичка возле меня. Знаете, более хорошего человека найти в жизни сложно. Что тёща, что жена, что дети. Я в свою очередь тоже. Почему? Потому что если я проявляю любовь к своей жене, если я проявляю любовь к своей тёще и к своим детям, то тогда я проявляю это к себе. И чем больше к ним любовь, тем больше ко мне текут деньги. Поймите это. Это основа эзотерики. А когда пошел, добыл, нах, там, пошли в жопу, у меня задавали. Ну, конецкие деньги вообще. Эгоизм часто мешает. Я имени меня в честь меня. Я для меня. Мне сказали, я не я. Сделай, не сделай. Закрой, не открой. Принеси, отнеси и так далее. Меньше я. В семье все одно я. Я вообще всё время стараюсь произносить как можно меньше я. И я не тянуть. Вообще запомните, проследите за своей речью. Если вы тянете слово я длинным. Я хочу сказать. И мне, и у меня. И так далее. Всё, вы обидчивый человек. И у вас будет ощущение такое, что на вас все обижают. Чем длиннее человек, говорит я, тем больше у него ощущений, что его обижают. Как сделать так, чтобы исчезло ощущение, что вас кто-то обижает? Перестаньте тянуть я. И всё. И на этом всё закончится. Вот вам и нейролингвистическое программирование. Большое спасибо. До свидания, друзья. Так, я выключу сейчас всё. Продолжение следует...